Игровые виды спорта Я перешла в спорт, где сама за себя, все сама делаешь Ну а так вот пробовала тоже играть в теннис большой Мне очень нравится на сборы, где попадаются корты Если есть партнер или подруга Я обычно всегда играю, стараюсь привлекаться каким-то другим видом спорта Немножко чтобы от своего вида тоже отдыхать Потому что надоедает думать все время, делать одно и то же Хочется немножко разнообразия Вот ты выбрала легкую атлетику Вот это был осознанный шаг или какое-то стечение обстоятельств? Ну наверное больше стечение обстоятельств Так как я не планировала вообще заниматься легкой атлетикой изначально Просто в школе меня ставили на всякие мелкие соревнования Типа шиповка юных или эстафета 9 мая по городу Ну и тренер заметил Во-первых у меня братья тренировались как бы уже у него Ну и родители сказали выбирай как бы Как хочешь или волейболом оставайся заниматься Или переходи в легкую атлетику Трудно было сделать выбор вот между этими видами спорта И что было решающим вот при выборе Мне как бы тяжело было выбирать Вот, ну просто обсудили как бы вместе поговорили Как бы решили что лучше И поэтому я перешла в легкую атлетику Когда первый раз взяла ракетку и попробовала поиграть в большой теннис? Ну примерно года три назад Как бы в Турции было, приехали Как бы там у нас небольшой сбор был Вот, ну и вместо тренировки Как бы первый или второй Попробовали вот поиграть в теннис Потому что нагрузка тоже большая Как бы там тоже группы мышц тоже работают Которые в принципе нам нужны И скорость, и реакция Ну там первый раз и поиграла Как бы там более-менее так научилась чуть-чуть Пойдем поиграем? Пошли Даша, как впечатление после игры? Впечатление хорошее Вспомнила новый вид спорта Который давно уже не играл Как бы время мало выдается, чтобы заняться чем-то другим Как бы не своими прыжками Вот, приятно всегда как бы отвлечься Вот, тем более ты игровой вид спорта с мячами Как бы спортивный азарт сразу же появляется Удалось ли отработать какие-то новые там элементы подачи? Ну, как подачи нет, да, элементы, конечно Как бы всегда чему-то новому учишься Тем более, когда непрофессионально это не занимаешься Я себя как бы не ограничиваю вообще ни в чем У меня как бы нет проблемы с весом, в принципе Ну, иногда, если только есть какой-то лишний там Может быть килограмм или два Как бы к сезону уже К основным соревнованиям я как бы стараюсь чуть-чуть сбросить Если как бы это требуется А так, в принципе, ни в сладком, ни в чем Как бы я человек вообще сладкоежка Поэтому я себя не могу ограничивать В принципе, меня это не мешает А когда надо два килограмма сбросить? Вот по какому пути идешь? Просто чуть-чуть меньше ем, и все Больше ничего, в принципе У меня быстро уходит, как бы за счет тренировок За счет движения Так на какой-то определенной диете никогда не сидела Стараюсь, единственное, что может быть Поменьше вот сладкого, булочек и все Есть какие-то кумиры вот в спорте Которым ты хотела бы стремиться И которым хотела бы подражать? Как бы как таковых кумиров в принципе нет Потому что я с нашими даже там олимпийскими чемпионками Мы там чемпионками мира и так далее Я с ними часто сталкиваюсь в одном секторе, выступаю Поэтому как бы уже привыкла Мы с ними общаемся в принципе неплохо Вот, поэтому как таковых прям кумиров Которым я подражала бы как бы нет Недавно в Москву приезжал рекордсмен мира В прыжках в длину Майк Пауэлл Он проводил для легкоатлетов мастер-класс Какие впечатления у тебя остались после этой встречи? И удалось ли перенять какой-то опыт? У меня были, конечно же, только положительные впечатления Здесь ничего даже плохого сказать нельзя Замечательный человек, замечательный спортсмен Великий спортсмен Вот, я много достаточно нового Как бы, ну не нового, но как бы из его уст Это гораздо как бы по-новому слышится Нежели как бы от тренера, когда ты что-то слышишь Вот, как бы он, ну хорошие такие поучения Какие-то замечания давал Плюс он нам как бы показывал это наглядно И мы пробовали, он как бы нам говорил Как бы свои наши ошибки Ну вот, мне очень понравился как бы сам мастер-класс Хорошо был проведен И как бы, ну Майк хорошо поработал И нам это в пользу пошло Я знаю, насколько знаю Он заинтересовался вот твоими достижениями Твоими успехами И даже попросил адрес твоей электронной почты Так это? Ну да, он как бы Мы обменялись адресами вот электронной почты Телефонами, как бы адресами Вот, он мне отставил Как бы мы разговаривали Ну, больше час через переводчика Вот, и Тубон Сказал как бы о том, что я могу В принципе, писать ему на почту Задавать какие-то вопросы Если у меня будут какие-то проблемы С техникой Какие-то корректировки Он как бы спокойно может мне, в принципе, отвечать И давать какие-то полезные советы Удается ли совмещать вот университет И вот спортивную жизнь? Ну да, у меня, в принципе, как бы получается Меня особо как бы не напрягает Хоть и много сборов Много отсутствую Нормально, успеваю В университете больше подруг или друзей? Друзей У меня вообще больше друзей, чем подруг, если честно Подруг вообще как бы мало И в основном они в разных городах Почему так сложилось? Как думаешь? Не знаю, часто я просто находилась как бы в окружении Когда здесь у Юрия Алексеевича тренировалась Как бы в основном одни мальчики занимались Я как бы одна, там две девочки всего были Вот, и сейчас я в Москве как бы тренируюсь в группе Вот только буквально несколько месяцев назад У нас взяли еще одну девочку А так я как бы всегда в мужской компании Поэтому как бы привыкла и друзей больше, чем подруг В преддверии 8 марта Что ждешь от этого праздника? Может быть, каких-то подарков? Ну, подарков в основном тоже поздравят, конечно, и подруги Как бы тоже друзья поздравят В основном все звонят, конечно, по телефону Вот, но всегда приятно получать цветы Я как бы как девушка очень люблю Я думаю, все любят тоже получать какие-то подарки, цветы Как бы это очень приятно Великолепная игра Всегда очень приятно видеть, когда такие прекрасные девушки появляются у нас на кортах В преддверии международного женского дня Хотелось бы поздравить вас с этим прекрасным праздником весны Приятно, спасибо Небольшие комплименты Спасибо И сувенирчики на память от Теннисского центра Венцела Спасибо Вам персонально хотелось бы пожелать больших достижений в вашем основном виде спорта Мы будем за вас болеть И надеемся, что когда-нибудь на Олимпийский предыстал войдете именно вы Спасибо, буду стараться Спасибо